и тема расклад на таро малифик и тему что ждет казахстан первый ряд это его будущее второй ряд связан с уходом его правительство что это несет в общем-то достаточно было бы двух карт на каждой ситуации но выложили уже больше решили четверка жезлов первый ряд прямая восьмерка мечей пятерка пентакли четверка кубков это таро малифик это такой сканывающих сил через них они такие карты любят черно-белые и не ответит все второй ряд но потом мы посмотрим он пока не важен не имеет значения четверка жезлов еще раз восьмерка мечей пятерка пентакли еще раз четверка видите две четверки по бокам а внутри восьмерка это говорит что положение у казахстана очень стабильное за счет его богатых недр за счет его территории за счет того что его народ там хочет жить четверка это свой дом и родина его народ ценит свою родину можно относиться к патриотизму со скептицизмом можно как угодно но где народ уже не любит свою родину хочет бежать это очень плохо это говорит что жить там плохо но здесь народ любит свою родину четыре месяца еще будет примерно похоже ситуация стабильная тут в общем-то от четырех месяцев до года потому что запустят бизнес и очень много денег пустят на бизнес он пойдет но все равно потом от четырех месяцев до года придет финансовый крах по пятерке пентакли которые знаменуют нищету и бедность и восьмерка мечей это бизнес очень успешный бизнес но все равно она выдержит страна именно за счет своих недр потому что он четвертый дом и четверка этого астрологии наш дом наша родина наш итог наша земля за счет своих богатств природных чисто на этом но именно с финансами именно наличкой будет проблема и лучше людям иметь запас именно денег потому что придет такой момент он придет вскоре что это не только казахстан а это касается всех стран нужны будут именно деньги на деньги будут наибольшей ценностью потому что их обрушивать не будут них будет не именно недостаток не в имуществе будет ценность а именно в деньгах потому что именно пятерка пентакли с имуществом тут все в порядке но и дорого вы не получите потому что это четверка это не туз между четверкой тузом прикиньте почти все карты то есть нужны будут чисто деньги чисто деньги и ресурсы покупкам это ресурсы это нефть это еда в кубках это любые такие блага которые мы потребляем ежедневные без которых не можем жить вот это вот ценностью переходим ко второму ряду ко второму вопросу но в целом него запас у казахстана очень очень хороший и он направится и через год сделает первые шаги к выздоровлению своей экономики а вот второй ряд намного хуже себя ведет вот балет мечей перевернутый двойка мечей прямая что ненамного лучше карта высших сил перевернута и девятка мечей прямая что тоже что перевернутая она что прямая особо добра она никогда не несло вот так вот там уже видите тут рукоятка в виде паука лапки очень хорошо видны тут цепкая ситуация как паук вцепиться это говорит что очень будет за эту власть будет драться одни мечи уйма народа и уйма народа уйдет и высшие силы очень хотят их забрать и они заберут их но это пройдет девятка это долгая длительная двойка мечей это такая чуть ли не вендетта в общем то это вендетта но ее часть народа этого уберут любым способом отстранят от власти или лишат их электората но их уберут и только тогда это успокоится но успокоится она успокоится но надолго сохранится такая болезненно обостренная обстановка и неважно видна она на поверхности или не видна потому что паш мечей или валет очень часто говорят о том что на поверхности ничего не видно и поверхность совсем другая чем в глубине тут три карты мечи и высших сил тоже мечи три карты из мечей и сверху к ним еще примыкают восьмерка мечей то есть пятки карт мечей мечи это война как ни говори словесная она или нет но то война и очень много народа рвется к власти и сейчас для них благоприятный момент но через какое то время они исчезнут любым путем отстранением от власти лишением полномочий потерей электората и тогда все это успокоится и высшие силы хотят чтобы и они принимают в этом участие в устранении не важно кто придет к власти не имеет значения это будет намного лучше чем борьба за нее самая плохая это борьба потому что одни мечи ничего они не сулят такого радостного это довольно накаленное но мечи второго очень часто это слова то есть это может быть и чисто словесное но все равно это внутренне очень тяжелая борьба это не война но это борьба за власть она очень острая если она не видна на поверхности она все равно острая неважно она вынесена или нет она остроты не теряет когда это уйдет оно уйдет в любом случае тогда наступят более спокойные времена и еще говорят что на Казахстан давят очень другие государства очень давят но сам запас у него хороший из кризиса он вырвется как только эта борьба и давление закончится еще говорят что на правительство очень давят из уни и если этого нет сейчас то будут давить тут ничего не поделаешь просто надо пережить а для обычных всех людей нас не политиков можно сказать копите деньги и переживайте год 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 будет сложно не только в Казахстане везде берегите деньги берегите ваше имущество потому что это ваше достояние все должны просто в этой борьбе сберечь свое вот и все вся наша задача это сберечь свое и это основной лейтмотив на все остальное вы особо не повлияете когда столько мечей никто никого не слушает каждый преследует свои интересы вот в общем то такой расклад и оно сбудется видите вы это или нет потому что и карта высших сил и валет мечей они закрывают информацию от всех у них такая как бы энергия привычка намерение они не любят показывать свою работу так что основной произойдет с закрытыми кулисами ну это узнается через какое-то время так что имейте ввиду что бы вы не видели даже как все гладко и единодушно не бывает одни мечи пять карт из восьми мечей да очень много а должны бы быть кубки если бы если бы были кубки это бы все договорились по-мирному а тут никаких кубков нету одна не четверка из восьми карт это ничто на общем фоне пяти мечей вот такой расклад но это не будет очень долго эта ситуация разрулится и очень быстро все таки распадется и тогда будет обновление возрождение успокоение тогда начнет все оправляться вот на этом как бы все я дело в в в в в Продолжение следует...